Дружина твоя князь, и хуже немецкая. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Дорогие друзья, здравствуйте! С вами в эфире лицарев Михаил и авторская программа «Эх, времена». Сегодня мы с вами поговорим о такой насущной теме, как кризис в образовании. Насколько вообще это оправдано, такое понятие, как кризис, насколько это вообще живо. И в вопросах как раз кризиса образования мне будут помогать две прекрасные, замечательные, восхитительные женщины. Это Ксения Станиславовна Лицарева, кандидат филологических наук, декан факультета филологии, а также Елена Олеговна Галицких, доктор педагогических наук, профессор. Здравствуйте, дамы! Добрый день! Рады вас слышать. И мы рады вас слышать всегда. И кризис в образовании. Если говорить о этом понятии в наше время, надо сразу же определить понятийный аппарат. Итак, давайте. Кризис с древнегреческого решения, поворотный пункт. Это фактически переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации. Кризис проявляет скрытые конфликты, а также еще диспропорции. И ярким примером кризиса может служить революция. Также кризис может рассматриваться как самостоятельный феномен, внешний фактор, то есть условия деятельности, а также политическая, социологическая или экономическая категория. Вот у нас с вами такое определение кризиса. И если разбираться в кризисе образования, а вообще кризис в образовании есть? Ну, наверное, кризис есть. И прежде всего, давайте с самого ближайшего и в том состоянии, в котором мы находимся. Совсем недавно мы переживали пустынные улицы, закрытые магазины, пустые аудитории. Были отменены конференции, форумы. И, в общем-то, мгновенно изменилось за какие-то, и это кризис в связи с коронавирусом, изменился образ жизни сотен миллионов людей. И не знаю, как Елене Олеговне и как вам, Михаил Юрьевич, но вот мне, честно, в какой-то момент было страшно. Потому что ты не понимал, а в каком мире проснешься ты завтра, и что с этим миром будет послезавтра. И, понимаете, когда мы стали вводить резко вот это дистанционное образование, а другого выхода не было, тут появился еще один страх, потому что мы семимильными шагами стали двигаться в бесконтактную социальную среду. А бесконтактная социальная среда, ведь она не просто постчеловеческая, сколько бесчеловеческая среда, когда ты пялишься в этот темный экран. И, понимаете, то, что вчера, грубо скажем, 10, 20, 30 лет назад ты не представлял, то сегодня это сбылось. Ты стал похож на такого, знаете, есть понятия, такие японские хики-самори, такие социопаты, которые сами себя запирают в маленьких квартирках. И, понимаете, вдруг оказалось, что мир без человека – это реальность, да? Мир торжества искусственного интеллекта – это реальность, да? Мир вообще производства на генном уровне человека – это тоже реальность, понимаете? И, конечно, вот это, я не знаю, как Елена Олеговна, но, конечно, вот эти дистанционные вещи, они улучшают качественно сам процесс. Но улучшают ли они образование качественно, и какое они отношение имеют непосредственно к тому, что мы привыкли в традиционном смысле понимать под образование? Можно я подхвачу мысль Ксении Станиславовны о том, что образование – понятие, во-первых, очень широкое. Мы знаем, что в процесс образования включаются люди очень разных категорий. Есть образование младших школьников, есть высшее образование профессиональных студентов, есть образование взрослых. И для каждого из этих направлений существуют свои ресурсы и свои возможности. Что мне хотелось бы подчеркнуть как вот человеку, который непосредственно выходит в аудиторию и общается с детьми, студентами и взрослыми слушателями? В образовании очень важна обратная связь. Очень важно видеть, какой эффект, какой результат, какую энергию мы, как преподаватели, излучаем на тех людей, которые у нас учатся. И здесь проблема заключается в том, что преподаватель в современном образовании не является источником информации, но остаётся носителем очень важного образовательного диалога. Виктор Иванович Слободчиков в своё время очень точно сказал, если происходит встреча ученика и учителя в широком, высоком смысле слова, то происходит образовательная встреча. Тогда происходит влияние на ценностный мир человека. Если этой образовательной встречи не происходит, то сам образовательный процесс остаётся внешним фактором, который не влияет на внутренний мир человека. Я хочу подчеркнуть, что современная школа моментально сориентировалась и откликнулась на дистанционное образование. Большинство преподавателей освоило все технологические возможности цифровизации образовательного процесса. Но никто ещё не сказал о его эффективности. И мы уже знаем, что дети тоже разделились на две категории. Одним нравится преодолевать этот кризис путём работы дома, когда можно ноги на стол, яблоко в зубы и там что-то слушать, не слушать. То есть у тебя гораздо больше внешней свободы. Многим детям это нравится, признаем это. Но есть и другие, которым это не нравится, потому что это люди, как мы говорим, одарённые, социально одарённые. То есть люди, которые нуждаются в живом общении, для которых это общение со сверстниками очень важный источник познания. И тогда их дистанционное образование не удовлетворяет. Вот кризис образования в средней школе абсолютно точно вызвал кризис методики. Это абсолютно точно. То есть старая методика перестала работать. В дистанционном образовании она требует совершенно новых форм. Вот я за последнее время, за последние три месяца, даже больше, это будет, сейчас скажу, апрель, май, сентябрь, октябрь, поучаствовала в шести всероссийских и международных конференциях. В названии всех конференций был такой хвост. В цифровую эпоху, в цифровой среде, в условиях цифровизации и так далее. Самая интересная конференция просто обрушилась на сознание педагогов, современных педагогов. Её провела гильдия словесников, и она называлась так – Международный московский салон образования. Они вышли в Зуме в таких интересных форматах взаимодействия с педагогами, подчёркиваю, с педагогами, что невозможно было оторваться от экрана, и что было у них новым и интересным. Они требовали от каждого выступающего не просто очень жёсткого регламента речи, но они требовали обязательно практического результата воплощения в жизнь вот этих дистанционных ресурсов. Когда у них получалось что-то гораздо интереснее в дистанте, какие они придумывали задания, способы работы, как они получали обратную связь, какую роль в этом дистанционном образовании играет сам ученик как субъект этого образовательного процесса. И вот это было интересно. Вывод, который я сделала, как выступающая на пленарных заседаниях этих конференций, что доклад с листа крупных учёных, несомненно, профессионалов, не слушается. Вот в дистанционной конференции доклад, который читается с листа, не воспринимается никем. А аудитория отключается моментально. Вот это очень важный момент. То есть меняется и сам регламент общения, меняется его результат, меняются и возможности. И вот позвольте я закончу фразой, которую подарил просто Александр Архангельский на этой конференции. Я её прямо вот взяла сердцем. Посмотрите, как она точно и интересно звучит. Нет вовлечённости – нет интереса. Нет коммуникации – нет восприятия. Нет культуры соучастия – нет входа в чужой текст. Подумайте над этой фразой, потому что всё-таки коммуникация, вовлечённость, вход в чужой текст – это очень важные результаты образования. Я вот вижу, что Ксения Саниславовна хочет что-то добавить. Нет, я очень хочу поддержать Елену Олеговну, потому что она высказала очень такую, ну, если можно сказать, показала болевую точку. Потому что мы учились, мы и сейчас учимся, и Елена Олеговна, и я, безусловно. Но всё-таки мы учились в совершенно другом мире и овладевали совершенно другими методиками. И нам дело не в том, что сложно, дело не в этом. Дело в том, что мы, наверное, сталкиваемся несколько, и я думаю, мы ещё в будущем чуть-чуть поговорим об этом, с другим типом человека просто. Потому что это не мы, и даже не вы, Михаил Юрьевич, понимаете? Это совершенно другое поколение, которое там уже родилось после нулевых. И, тем не менее, вот я чуть-чуть с другой стороны, ну, наверное, скажу тоже, что Елена Олеговна. А что такое образование, да? И вот для меня всегда было три важных таких момента. Что такое образование, что такое университет, да? И какова роль преподавателя, вот, ну, Елена Олеговна говорит об ученике, но я как ученик всегда рассуждала, как, да? Да, конечно, образование – это набор справочных данных. И вот Елена Олеговна говорит о том, что сейчас учитель, но тем не менее, да? Эти справочные данные позволяют решать ученикам, студентам практические задачи уже известными способами, согласитесь. Но образование, да, это возможность строить свою жизнь, формировать круг личного и профессионального общения, занимать активную жизненную позицию в каких-то, ну, социальных отношениях и совершать, разумеется, красиво скажем, прорыв неизвестный, да? Да, но возникает вопрос, а если можно всё перевести, да, в дистанционку, если можно слушать лекции, так сказать, других онлайн, да, курсы, а для чего тогда преподаватель? И ведь возникает этот вопрос, а может, преподаватель не нужен, учитель не нужен, скоро он вообще не нужен будет. И мне кажется, что как раз преподаватель даёт навыки решения нестандартных задач, и в этом есть особенность именно человеческого интеллекта, не искусственного, те решения, которых ещё в интернете и где-то нет, это и есть творчество, да, это и есть соучастие, да, И эта задача очень важная, потому что это задача будущего. Преподаватель даёт системный подход, преподаватель даёт, с одной стороны, системный подход, а с другой стороны, он даёт тебе, указывает путь отхода от этого системного подхода и какого-то, в принципе, прорыва, да? Да. И что такое университет и для чего вот мы учились в университетах? Ну, наверное, прежде всего, кроме всего вышесказанного, это университет лично меня научил интеллектуальной честности. Вот, и, в общем, для меня это очень важно. Но чему меня учит эта ситуация, и тут, опять-таки, Елена Олеговна права абсолютно, понимаете, только живой человек, только учитель, причём учитель, ну, настоящий, да, иногда и хорошая книга может быть, но именно учитель может тронуть, задеть душу другого человека, ребёнка, повлиять, понимаете? Человеку нужен человек, и это главное. И какие бы ни были вот эти все способы, это всё прекрасно, время движется вперёд, но, понимаете, я не назову, что моим учителем был, допустим... Компьютер. Компьютер или принтер 3D или там 10D, понимаете? И это только живой человек, которому хочется подражать, которого мы любим. То есть и в этом вот, ну, с одной стороны, ну, в этом наше спасение, мне кажется. Я вот есть... Елена Олеговна, сейчас я просто быстро, пока мысли не потерял. Вот у нас, когда вся эта дистанционка начиналась, и я помню, лекции как раз у нас были в дистанционном формате, да? Ну, вот лекция в дистанционном формате, как это, что это, ну, тяжело, прямо скажем, но это очень тяжело. Я вообще привык ещё по своим временам студенческим, да, я привык, что лекция – это действительно прямо событие, когда сидит 100-150 человек, и когда преподаватель... Я просто вспоминаю, там, Владимира Ивановича Бакулина, да, своего, тоже в какой-то степени учителя, который так тихо, тихо, тихо и так спокойно говорил, «Можеровский, ты в армию случаем не собрался, и вот ты должен был прислушиваться, чтобы это понять, но я просто помню лекции, и тут у нас дистанционка». А я, понимаете, ну, для меня лекция – это вот вопрос, видите, заинтересовать студента, это вопрос показать ему, что история – это не та примитивная дата определения персоналия, которую ему давали в большинстве своём-то в школе, как раз вот в эпоху кризиса, когда педагогических кадров-то уже, я извиняюсь, Йоку-Макарёк, когда их нет. Я начинаю всё им рассказывать. Тут, значит, где-то параллельно, у меня веб-камера включена, и тут где-то, значит, параллельно, зямочка, у меня мальтийская баллонка, просится на ручки. Я, значит, её беру. Там девочки, значит, в час сразу же начинают что-то там писать. Потом, значит, в какой-то момент я говорю, 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 и студенты такие, значит, Михаил Юрьевич, я вижу там, они пишут, вот, ну вот вы говорите, ну вот, а как же вот… Я вижу, что вопросы возникают. Я понимаю прекрасно, что в большинстве своём, вот я веду эти лекции без презентаций. Я понимаю, что ни одна презентация никогда не сможет заменить даже банальной человеческой эмоцией, когда ты руками начинаешь размахивать, когда ты собачку там берёшь на руки, когда ты, собственно, когда ты просто-напросто пытаешься заинтересовать. И как можно вообще заинтересовать каким-либо материалом, если мы не даём говорить, а впихиваем то презентации, то, значит, какие-то непонятные листки. Мне лично это непонятно. И что, кстати, интересно, да, вот вы сказали, как педагоги, сказали, как филологи, позвольте, я скажу, как историк, вообще идея кризиса образования, она не нова, она является новой, абсолютно новой для нашего постсоветского пространства. А вообще идея кризиса образования, вы не поверите, поднялась ещё 40 лет назад. В 1967 году директор Международного института планирования образования КУМПС сделал на одной конференции ЮНЕСКО доклад под названием «Всемирный кризис образования». И, собственно, по заказу отделения образования науки и культуры ООН в 1970 году появилась монография КУМПСа «Кризис образования в современном мире. Системный анализ». И вот там он как раз говорил о том, что сущность всего этого кризиса сводится к тому, что система образования не смогла адекватно отреагировать на резкое ускорение научно-технического прогресса. Нас, я имею в виду на тот момент СССР, данный вопрос в какой-то степени касался в меньшей степени. Просто по той причине, что именно вторая половина XX века для нашей, для истории нашей страны, это фактически аномалия. Это аномалия интеллектуальная, это аномалия культурная, и это аномалия образовательная, да, без которой на самом деле ни первое, ни второе невозможны. Потому что именно на вторую половину XX века приходится пик образованных людей. Читали все, образовывались и проявляли интерес к знаниям все. Понимаете, мы на самом деле постигали... Вспомните количество писателей, поэтов, количество школ различных направлений, жанров, которые появлялись именно тогда, когда они просто-напросто плодились, как грибы. Да, количество советов, защищенных диссертаций, открытий, которые были сделаны. Да, понимаете? Это был прорыв. Да, и количество... Сейчас кто-нибудь, наверное, посмеется, там, типа, количество защищенных диссертаций, ха-ха-ха, ну, наверное, как в наши годы. Нет, 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 нет. Все серьезно, все... А какое было инновационное движение в образовании? Да. Вспомните только. Да, да. И мне очень, на самом деле, понравились... Где-то я их тут даже выписал. Мне очень понравились слова Жириновского. Ну, Жириновский, он вообще, в принципе, эпатажный человек. Я уж там не буду какие-то эпитеты применять, да. Но как-то он, значит, в Госдуме во время обсуждения законопроектов по образованию буквально... Ну, не то, что буквально, а наоборот, серьезно, очень серьезно заявляет следующее. Но неужели вы не можете понять, что чем больше высокообразованной молодежи и все поколение, если будет образованным, они будут свергать власть каждые 10 лет? Надо сдерживать образование, если мы хотим стабильности. Если мы раскрутим образование, вы сами себя обречете на уничтожение. Об этом подумайте. Я вот даже просто представил, как Жириновский это все говорит. Понимаете? Это вот его слова. И я сразу же параллели провожу, да, вот с тем моментом, когда он говорит, мы должны дать в морду тем, дать, значит, тем, тут это завоевать, здесь завоевать. А, простите, пожалуйста, кто будет завоевывать? Мужик на деревянном тракторе? Ну, вот так вот, если рассуждать, если исходить из его слов. Нет, понимаете, здесь, что является целью образования. Понимаете? То есть то, о чем мы говорим, если мы говорим о советском периоде, то там, ну да, понятно, строитель коммунизма, но, понимаете, они все-таки, эти люди подняли человека на такую высоту духовную, ну, пытались, во всяком случае, нравственную, да, и искусство принадлежит народу, и все должны быть образованными, и самая читающая страна в мире, и это не смешно на самом деле, это правда, понимаете? Вот, а сегодня, а какова цель? То есть цель – это человек-потребитель, человек-исполнитель, человек-кнопка. Ведь даже, вот, согласитесь, Елена Олеговна, компетентностный подход, он может решить любую компетенцию, да, ну, вот какой мы будем обладать, кроме главной. А почему нет цели воспитывать человека духовного? Вот, можно я буквально одну фразу, которая меня прямо вот уже не дает жить, уже целый месяц, не меньше. Дело в том, что образование очень тесно связано с категорией времени. Времена они выбирают, в них живут и умирают, а дальше самое главное – время кожи, а не платье. Вот образование, с одной стороны, отвечает на вызовы времени, это известная, так скажем, метафора, а с другой стороны, оно должно время опережать, оно должно его очень остро чувствовать. И образование не может идти в хвосте этого времени. Это очень важно. Поэтому, если не будет людей со свежими, яркими, современными, но обязательно человеческими идеями, мы потеряем самое главное – смысл, ради чего вообще человек образование получает. Ведь он получает это образование для того, чтобы быть творцом. Для того, чтобы быть творцом своей собственной жизни. Нобелевская лекция Иосифа Бродского. Каждый, что бы ему ни навязывали, должен прожить свою индивидуальную, только ему присущую жизнь, и прожить ее, эту жизнь по совести. Прожить ее не только для себя, но и для других. Ну, вспомните, гуманизация, демократизация, глобализация, теперь цифровизация. Вы знаете, мы можем менять эти ярлыки, но в этих ярлыках человек должен оставаться все-таки человеком. Поэтому моя последняя все-таки фраза будет звучать так. Так, человеческая в человеке – это очень важный смысл образования, который даже во время кризиса мы не имеем права утратить. А кризис – это все-таки не приговор, и это не точка невозврата. Кризис всегда открывает новые возможности. Вот это очень важно. О кризисе мы говорим не первый день. Спасибо. Дорогие друзья, а мы с вами прерываемся на короткую рекламу. Скоро поговорим. Эх, времена! Это снова программа «Эх, времена!». Я Михаил Лицарев, и напомню, что в гостях у меня прекрасная Ксения Станиславовна Лицарева, кандидат филологических наук, декан факультета филологии, и не менее прекрасная Елена Олеговна Галецких, доктор педагогических наук, профессор. И как раз Елена Олеговна сказала о том, что люди, мы же творцы, те самые люди, которые должны получать образование, чтобы творить. И вы знаете, что я вспомнил? Я вспомнил красную звезду Александра Александровича Богданова. Был, собственно, такой достаточно большой мыслитель. Первое время он являлся большевиком. И потом, при начале Первой русской революции 1905-1907 годов, они стали жутко конфликтовать, но в самой партии РСДРПБ люди как бы смотрели что на одного, что на второго, как на основного идеолога, как на основных идеологов. И в 12-м году он уже не был в партии. С Лениным они были, это очень такие своеобразные отношения, они друг друга терпеть не могли, постоянно друг друга критиковали в партийной прессе, но они уважали, любили, искренне любили друг друга. Потому что до 2005 года их вообще считали лучшими друзьями. Вот вообще просто не разлей вода. И в 12-м году он как раз публикует фантастический роман «Красная звезда». Это была эпоха, когда смогли в телескоп увидеть поверхность планеты Марс. Как раз вот тогда война миров появляется, вот это вот все. И люди фантазировали, какой будет планета там через 50, через 40, через 30 лет, через 100 лет, что мы там будем летать. И это, знаете, вот этот футуризм как раз стал уже набирать обороты. И он выпускает «Красную звезду». Суть там такова, что на Марсе коммунизм. Марсиане снаряжают экспедицию для исследования ближайших планет. И вот они на летающем корабле летят куда-то, но терпят кораблекрушение и оказываются на планете Земля. И в живых-то остался только один человек. Инженер Мэнни, по-моему, если мне память не изменяет, он начинает искать возможность ремонта корабля и отбытия обратно. В эти моменты он, значит, ходит и ищет человека, который бы с ним полетел. Он говорит, у нас коммунизм, да у нас все равны, да у нас тут все там так на Марсе прекрасно, полетели со мной. Все говорят, коммунизм, а что такое коммунизм? А где этот коммунизм? Непонятно, где он. Получается следующее, что он по итогу берет одного человека и они вдвоем улетают на Марс. Прилетают туда, там все равны, корабли, футуризм, вот это вот все. И этот роман был очень популярен. То есть в кругах так называемых политиков, да, у тех людей, вот политических сфер, он был невероятно популярен. И в 19-м году Свет увидела книга продолжения. Точнее сказать, она, как сейчас сказать бы, являлась приквелом. То есть то, что предшествовало вот этой экспедиции. И там как раз вот инспектору Мэнни, она так и называлась, инспектор Мэнни, ему задают вопрос. Вы очень часто говорите, что люди вампиры. Это как? И инженер Мэнни-то, он говорит следующее. Он говорит, вы знаете, когда я говорю вампир, я не подразумеваю того, кто питается кровью. Я подразумеваю человека абсолютно другого. Вот, говорит, смотрите. Мы с вами существуем в мире с природой и с окружающим миром только тогда, когда больше даем ему, а не берем от него. Но в момент, когда человек начинает больше брать от мира, брать от своей жизни и меньше ей давать, он превращается в создание, которое пожирает всё вокруг себя и высасывает все его силы. То есть по представлению Богданова вот это вот вампир, да? И мы как раз сейчас приходим к тому, к той мысли, что образование позволяет не быть вампиром. Он даёт чувство благодарности вообще к миру. Да, да. Не образованный человек к этому чувству абсолютно равнодушен. И сейчас, я, насколько знаю, Захар Прилепин призвал всех бойкотировать 2 декабря ЕГЭ. Я очень уважаю Захара Прилепина, но мне почему-то кажется, что бойкот ЕГЭ – это не до конца то, что вообще в принципе может помочь. ЕГЭ, безусловно, это сложное дело. Многие вопросы, честно, я с детьми иногда общаюсь, они у меня спрашивают что-то, а я, например, иногда вопросов даже не понимаю. Ну, вроде бы у меня тоже учёная степень, звание там. Я ничего не понимаю. Ну, ЕГЭ – это отдельный разговор, это понятно. А вот можно я вернусь, а Богданов – это не тот, который создал первый институт переливания крови. Это он самый, да? Да, это потрясающий человек, он много сделал, но когда его отстранили от литературно-критической деятельности, он создал первый в мире институт переливания крови и проводил опыты на себе самом, и вот умер в один из таких. Да, потрясающая личность. Но можно я здесь всё-таки скажу, вот вы, Михаил Юрьевич, нам про ЕГЭ, да? Ну, ЕГЭ – это не главный, согласитесь, Елена Олеговна, критерий знаний человека. Это форма, которая придумана. Я уж не знаю, удастся ли, я не думаю, это будет существовать. Но мне бы хотелось вот что сказать. Произошло падение интереса к истине. То есть, вот мне кажется, вот это очень серьёзный момент. Кому, собственно, в наше настоящее время надо объективное положение вещей? Дело в том, что вот это «Сколько людей, столько мнений», да, очень распространено, и это такое постмодернистское рассуждение, да, истину подменили мнением. Тем не менее, сегодня врать, простите, пожалуйста, как и чего-то не знать. Ну, не знать-то не стыдно, ну, там, я там не читаю, я вру. Это вообще норма, понимаете? Пиар – это, собственно, тоже, ну, мягко скажем, замешано на вранье. Реклама. И современный человек, ну, и ребёнок, тем более, да, и взрослый человек, вообще, пытаясь найти истину, в общем-то, заблудится. Почему? Потому что он обложен просто всякими фейками и всякими фальсификациями. Мне кажется, вот это очень опасно, потому что не позволяет адекватно оценить мир вокруг, да. Жизнь превращается в такое забытьё, да, в такой упоительный сон, где ты не знаешь, а, собственно, где добро, а где зло, а где грех, а где святость, а где, собственно, свобода, да, и зависимость, где праведность и подлость. Либеральные ценности, которые нам упорно навязываются в качестве общечеловеческих, конечно, подливают здесь вот масло в огонь. И мне кажется, такая идеологическая анархия тоже влияет и на наших студентов, и на школьников, да, то есть когда истины нет, это большая проблема. Когда говорят о либерализме, я как историк всегда восклицаю, что, слушайте, да бросьте, пожалуйста, с точки зрения вообще истории, политологии, которая на самом деле является в какой-то степени частью истории, вообще говорить о либерализме это абсурдно, так как либерализм это не политическая идея, это общественная идея, это либерте, свобода, равенство и братство, которая была актуальна в 1789 году, но точно никак не в 2020, почти в 2021 году. Понятно, что на самом деле наша тема, она очень велика, она очень большая. Мы, дорогие друзья, решили на самом деле записать в двух, скажем так, выпусках всё это. Сейчас мы говорили о кризисе в образовании, есть ли он, существует ли он. И вот уже в следующую передачу мы поговорим о кризисе в культуре. Опять же, есть он, нет его, можно ли вообще о нём судить. Дорогие друзья, главное, что мне хотелось бы вам сказать на прощание. Знаете, есть образование, а есть образованность. И когда мои студенты иногда приходят на экзамен и говорят, что меня тройка не устроит, мне нужна пятёрка, я у них спрашиваю, а зачем вам нужна эта пятёрка, то они мне говорят, я хочу красный диплом. Я говорю, а зачем вам красный диплом? И они говорят, ну как, ну вот красный диплом, это же всё-таки ведь статус. Ну, они считают, что это статус. В такие моменты наше поколение, наши люди, современный человек, в принципе, мне начинает напоминать позднюю Римскую империю с нравами её. Когда абсолютно нормальным в среде императоров было ликвидировать соперников, устраивать заговоры, подлости, убийства, вырезать всю семью. Не одного кого-то, а всю семью. Всех детей, жену, маму, папу, всех-всех-всех. Понимаете, это вот для меня лично такие аналоги. И не то чтобы вопрос, а скорее пожелание. Давайте мы с вами будем оставаться всё-таки думающими и образованными людьми. Нам есть к чему стремиться. С вами были кандидаты и доктора различных наук. Я, Михаил Лицарев, Ксения Станиславовна Лицарева, кандидат филологических наук, декан факультета филологии, Елена Олеговна Галецких, доктор педагогических наук, профессор. Всего доброго, дорогие друзья. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.